сегодня мы будем говорить чуть-чуть про что значит по-еврейски быть благодарным до какой степени это доходит почему я хочу говорить на эту тему и почему мы говорим на эту тему что такое благодарность потому что еврей когда он открывает свои глаза только открыл свои глаза прежде всего он говорит слово модель благодарю модель да модель вообще на иврите это благодарность за я открываю глаза и благодарю всевышнего за все что он дал мне что я могу видеть я могу встать я могу нюхать поесть что-нибудь есть люди которые не просыпаются не дай бог а еврей каждый еврей начало его дня еще до того как он помыл руки даже кажется после сна надо помыть руки знаю пойти в туалет нет прежде всего он говорит всевышний модель они лифанеха благодарю тебя всевышний что ты мне вернул душу что ты веришь меня веришь мои силы веришь мой талант веришь того то что я полезны этому миру поэтому я проснулся потому что если ты во всевышний не верил в меня не дай бог что могло произойти с этим благодарностью мы начинаем наш день кстати также евреи мы называемся егудим егудим это вообще егуда это четвертый сын лей который в общем был у якова четвертый сын и когда он родился тогда выразила благодарность лео и сказала вот я благодарю всевышнего ну там есть комментарии потому почему только на четвертый сын она сказал свою благодарность ну потому что он был четвертым уже она сказала у меня будет самое большое количество колен то есть сыновей якова и она выразила эту благодарность и мы евреи тоже называемся егудим почему мы называемся егудим потому что от слова леодот потому что самое главное качество которое должно быть вообще у человека а у еврея тем более это качество благодарности благодарности кому благодарности любому человеку в мире благодарности всему даже животному миру да у нас есть благодарность и мы не скрываем эту благодарность скрытие этой благодарности называется кфуй-то-ва. Кфуй-то-ва это как будто я беру и закрываю то добро, которое кто-то сделал для меня. Потому что из моей гордыни мне тяжело как-то признаться, что кто-то сделал мне добро. И поэтому слово моде это с одной стороны благодарность и также моде это признательность. Я признаю в это добро, в это доброе дело, которое сделал со мной Всевышний человек и так далее. Это в принципе благодарность. Кстати, на молитве, когда мы молимся, мы молимся каждый день и есть повторение молитвы, которое говорит Кантор, так там повторение молитвы идет и повторяются все молитвы повторение, благословение, кроме одного, благодарность. Благодарность это недостаточно, что Кантор говорил в это повторение и я слышал. Нет, ты сам должен сказать. И мы сами произносим вот эту благодарность. Давайте сейчас посмотрим, до какой степени эта благодарность доходит. Во-первых, мы учили в прошлой недельной главе, в прошлой, там у нас написано про народы, которые нам нельзя вводить еврейский народ. Нельзя. Так написано у нас там. Есть у нас народы, сейчас я найду, это в Порошатке Теце, написано так. То есть, опять-таки, мы сегодня не знаем, кто такое Муавим, кто такое Амунин, то есть исторически мы знаем, откуда они появились, но сегодня я не могу показать вот пальцем на эти народы. Эти были древние народы, но Тора нам это пишет. И всегда задается вопрос, зачем тогда Тора нам пишет вещи, которые будут когда-то неактуальными. Так мы сейчас объясним, что они еще как актуальны. Мы должны понимать причину, почему вот народ, который называется ОМОН и народ, который называется Муав, они не могут войти и быть частью еврейского народа. То есть, мы их не принимаем на ги-юр и так далее. Ло яво о муави кен бекхал ашем гам дор асири ло яволем бекхал ашем ад олам. То есть, нельзя жениться с ними. Нельзя, чтобы они были бекхал ашем в обществе божественном. Мы их не принимаем, даже десятые, бесконечные поколения не принимаем. Почему? Что такое? Что они затворили? Кстати, перед этим написано после этого лоти таэв эдоми ки ахихау. Эдоми это эсав, который нас постоянно хотел уничтожить якобы. Помните? Его нельзя ненавидеть. Почему? Потому что он твой брат. Потом написано лоти таэв нельзя ненавидеть мицри египтянина. Почему? Потому что гер аид борцов. Потому что ты был пришельцем. Ты жил в этой стране. Как ты можешь его ненавидеть? Как? Египтяне же нас устроили там концлагеря. Уничтожали. Бросали наших детей в Нил. Почему здесь написано мы к ним должны относиться терпимо, хорошо. Они могут присоединяться к нам. А вот этот ОМОН и МОАВ два вот этих народа. Ни в коем случае мы их не принимаем. Почему? Что случилось? То есть муави бекал Ашем גם Дора северим почему? о том, что они не знали в лето и в мае в дороге от них от Митраем первое, то что Дора пишет и она говорит нам следующее обратите внимание обратите внимание, что она пишет потому что когда мы выходили из Египта когда мы шли в пустыне они не вышли и не дали нам хлеба и не дали нам воды и вот они нам этого не дали и поэтому мы с ними не будем иметь никакое дело а более того, они взяли в Ашер сахар алекет билаам бен беор, они наоборот не только не дали тебе попить они сахар они взяли билаам бен беор миптор арам нагараем лекалелека в общем, они взяли билаама чтобы проклять себя то есть чтобы здесь мы видим что они не вышли так давайте подумаем а что я не понимаю народы я не знаю что они обязаны нам почему такая строгость против этих народов что они они не вышли и египтяне вообще раз убивали египтяне вообще раз кидали в Нил а здесь приходят и говорят ты знаешь вот ОМОН и Муав ОМОН и Муав они не вышли и не дали вам хлебушка не дали вам водички попить когда вы вышли из Египта значит они обязаны были так я знаю вопрос почему они обязаны потому что они должны знать откуда они ОМОН и Муав это народы которые благодаря нашему папу Аврагама они существуют и вообще пришли в этот мир как связано очень просто мы знаем что была Всевышняя за ужасного поведения Содома и Амора ужасного поведения городов которые вели себя ужасно Всевышний решил уничтожить уничтожить эти города но но поскольку Лот был племянником Авраама да Лот был спасен благодаря Аврааму и благодаря Аврааму он был спасен и он и его две дочки Лота забеременели от Лота была страшная такая история потому что они были убеждены и уверены что весь мир исчезнул было такое страшное явление страшно все сгорело с небес падало там я знаю там всякие ужасы и они думали что это как потоп произошел и весь мир из-за грехов был истреблен и они думали что они остались две девочки и ихний папа они напоили своего отца в общем вином и одна забеременела и вторая забеременела и вот от одной который забеременела был народ Муав Муав это кстати это имя прям Муав от слова Меав от отца на иврите это один народ и второй народ это Омон замечательно так вот эти два народа они в общем были потом развивались у нас в принципе с ними никакого отношения не было и приходит нам Тора и говорит ты знаешь нельзя с ними иметь никакое дело никакого дела то есть с любым Гоями мы можем иметь дело нет проблема хотят присоединиться к нам есть правила как это делать мы конечно принимаем а здесь нет ничего мы не принимаем да и в общем почему потому что они не дали нам хлеба и водички а почему они должны были дать почему они должны были дать потому что они должны были помнить историю какую историю что вообще насосуществование это от кого от Авраама а сыновья Авраама сейчас они нуждаются в помощи а мы им не помогаем а еще наоборот там нанимаем тот который проклял их неблагодарность и вот эта неблагодарность она не может войти в еврейский народ потому что это основное перед тем как мы должны получить что-то божественное мы должны быть люди человек а человек основное его качество это благодарность скобка хочу вам сказать благодарность человек который умеет благодарить у него есть скромность у него нет гордыни и это тоже корень всех добрых правильных качеств которые есть у человека они не были благодарными но здесь задается вопрос извини меня это было сотни лет назад эта история уже прошли сотни лет они даже не помнят это может они даже не знали об этом что они потопка лотовителей которые Авраам их спас и так далее кто нам сказал уважаемые если у них в министерство образования это не проходит в их учебниках кому надо быть благодарны отчего они этот народ не может присоединиться к нам здесь мы видим опять-таки здесь нету срока давности на благодарность такого не бывает срока давности кто-то со мной сделал какое-то добро прошло уже столько лет и мы забываем такого не бывает у еврейского народа и если не дай бог есть такие люди мы их это модель почему я начал сегодня говорить об этом потому что наша недельная глава она тоже начинается наоборот с благодарностью и давайте почитаем у кого есть Тора пусть откроет нашу недельную главу эта книга дворин 26 глава написано так и будет когда ты придешь в землю которую Господь Бог твой дай даст тебе в удел то есть будет придешь верет Исраэль мы говорим здесь книга на сороковой год еврея которая находится в пустыне и вот Всевышний говорит придет время когда ты сейчас вот-вот зайдешь и это говорится евреям на протяжении всего всей истории когда мы будем и обладаешь и поселишься в ней то возьми из всех первых плодов земли то есть есть митсва взять как написано у нас из первых то есть не всех первых плодов а из первых то есть имеется ввиду есть семь видов которые прославляется Израиль земля Израиля из этих плодов виноград инжир гранат маслины да эрес хитас ура геффен ремон потом виники вот эти плоды красивые когда Всевышний тебе дал возьми который ты получишь от земли твоей которую Господь Бог дает тебе и положи в корзину положи это в корзину и пойди на то место которое изберет Господь Бог твой то есть возьми эту корзину с этими плодами и иди в бейтамикдаш иди в храм там и что будешь это делать там и приди к священнику который будет в те дни то есть это одно из макнотки уна подарки коэнам мы посмотрим потом что что у еврея когда он зарабатывает занимается сельское хозяйство деятельностью идет заработки и одна из первых вещей которую он должен сделать самые первые самые красивые плоды он берет в корзину и идет в храм и он придет к священнику и ты должен говорить микра бикурим микра бикурим это специальное заявление такое который вот каждый еврей который приходит с этими плодами которые растут в его полях и так далее и ты скажешь и что ты скажешь я не хочу читать здесь это я хочу почитать на еврейском перевести и ты скажешь перед господом надо делать заявление такое это не молитва это амира да это высказывание такое что ты должен сказать здесь на русском арамейц скитался был арамейцем скитал скитальцем был отец мой так здесь переводится но ращи я хочу посмотреть с вами ращи ращи говорит что такое арамей о вед ави говорит ращи следующее мазгир хазде амаком во первых что я должен когда я беру эти плоды о чем я должен говорить я должен лаазгир упомянуть хазде маком я должен упомянуть милость бога хазде маком и какие хасадим милость то есть что вот хорошее сделал мне бог да я вот сейчас придешь плоды да с чего я начинаю с чего я начинаю арами о вед ави то есть был арамеец который хотел уничтожить моего отца кстати я хочу вам сказать мы это говорим на пасхальном седере то есть пасхальное агаде у нас тоже это упомянуто и там у нас мы тоже говорим вот это арами о вед ави и там у нас написано то есть лаван давайте подумаем кто такой был лаван лаван он был в общем тестем якобы лаван он был тестем якобы лаван был дедушкой он был дедушком всех наших святых колен это был лаван и вот здесь у нас написано что когда мы приносим эти плоды уважаемые удивительно что мы приходим и говорим что вот этот арамеец вот этот лаван он хотел лаакор хотел отрубить отрезать все так написано так написано уемся theoreль слава богу ты меня спас от этого лавана слава богу ты меня спас мы сегодня поймем где написано что он хотел нас всех отрезать где написано что он хотел нас всех убить он наш дедушка он дедушка он папа двух жен законных жен якобы Рахель и Леа и потом он ему дал двух наложниц Зильпа и Бильха которые от них у нас родилось тогда когда мы были у него 11 колен потом в дороге родился Беньямин самый младший и того 12 колен но как можно прийти и сказать что дедушка каким бы он не был хотел на коры такой хотел все истребить хотел нас уничтожить хотел нас убить о чем идет речь как это может быть и я благодарю Всевышнего слава Богу ты меня спас это то что мы прямо договорим на это я хочу сегодня а потом у нас написано про Египет что мы были в Египте как мы страдали это действительно там и страдали это уже понятнее это действительно там было ужасное рабство как я сказал да нас уничтожали нас убивали и в общем мы чудесами вышли оттуда да великими знамениями и вот мы пришли вот в эту страну ты дал мне этот удел вот огромное тебе спасибо Всевышний это то что называется микробикурим то есть первое то что человек делает когда он собирает урожай он приходит и говорит я лёкфуй това я не скрываю благодарность Всевышнему а не мокир това я благодарен Всевышнему я открываю эту благодарность и рассказываю но мы сегодня с вами хотим понять где же все-таки Яков да когда мы говорим это арами о ведави а это очень важно это очень важно нам понять где где происходило такое что арами о ведави то давайте посмотрим на нашу историю чуть-чуть что у нас происходит в самой Торе когда мы рассказываем про Якова и отношение Якова своим тестем Лаваном да у нас написано в Торе это в книге в книге Берешит в главе ВАЕЦ в книге Берешит сейчас в главе ВАЕЦ там написано это вся наша история которая произошла с Лаваном что Якова Вину да он приходит к своему дяде то есть его брат после того как он можно сказать украл неприличным образом обманули папу и он благословил его Якова вместо Эсава его брат хочет убить так куда убегает Яков от этого страшного дела его хотят убить он убегает он убегает к своему дяде к своему дяде так написано он убегает к своему дяде и в общем и потом он находится у дяди племянник смотрите как он и он приходит и говорит ему да написано так то есть он племянник он гостит у своего дяди месяц то есть гостит у дяди мы знаем что Якова вину у него ни копейки не было чтобы он как-то платил за это он гостит у него просто сидит и кайфует целый месяц потом ему дядя его говорит ему говорит Лаван Яков слушай ты мой брат и ты я не хочу чтобы ты здесь делал какие-то вещи я хочу чтобы ты заработал я хочу чтобы ты работал скажи давай я тебе дам возможность на работу круто дядя предлагает работу то есть предлагает чтобы я как-то устроился и во-первых понимаете это неприлично племянник находится у дяди и в общем без заработка без ничего он помогает может быть и так далее ну давай Валя Лаван и здесь Тора нам рассказывает Валя Лаван Штейбанот у Лавана две дочери одна дочь старшая Леа младшая Рахей и они были многие говорят что эти дочери они были близнецы прям похожие близнецы никто не мог разделить кроме чуть-чуть глаза Лей чуть-чуть были по-другому но в принципе они были одинаковые да и Яков хотел жениться на младшей на Рахей то есть несмотря на то что того же возраста близнецы да и хотел жениться на ней и он говорит своему тестью что я хочу вот давай семь лет и он сам это предлагает не должен тесть ему говорить он ему говорит смотрите 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 что он говорит то есть Яков любит Рахей я буду работать на твою дочку младшую дочку семь лет пока здесь все нормально Леван конечно соглашается и говорит конечно давай сиди со мной и Яков работает семь лет для него это проходит эти семь лет очень очень быстро быстро имеется ввиду что он понимает кто такая кто такая Рахей и семь лет это пустяки для него это быстро это слишком быстро потому что Рахей и он работает в Йомер и в общем проходит семь лет Яков ему говорит все мы должны пожениться он говорит конечно давай мы соберемся устроим свадьбу и он подсунул ему Леву так смотрите то что он подсунул Леву да и конечно это они не договорились об этом и так далее но с другой стороны он видит такого своего зятя зять у него такой шикарный он хочет чтобы его две дочки были его женой и тогда было принято многоженство нет никакой проблемы с этим он понимает что если я ему дам Рахель моя Лея останется не замужем а я хочу чтобы она вышла замуж за него да это не совсем по процедуре не совсем по нашей договоренности но это не совсем какое-то что-то ужасное и он действительно Якова очень слиться на него да почему ты меня поменял и так далее и он говорит у нас это так не принято но он говорит ему слушай давай ты я тебе сейчас вот давай семь дней нашего первой первой свадьбы налеем пойдет семь лет сразу я тебе дам Рахель сразу ты поработаешь еще семь лет и все нормально соглашается да то есть ты предложил семь лет за девушку давай еще семь лет хорошо и в общем потом они он работает рождаются дети здесь написано и и потом мы видим я бы сказал до сих пор конечно мы смотрим на этого Лавана как будто он какой злодей что он поменял но мы объяснили что это может быть это не самый порядочный поступок но сказать что это самый ужасный поступок да я бы не сказал что это самый ужасный да есть в жизни я думаю что каждый из нас может найти еще ужасные поступки между между зятем и его тестем ну вот посмотрите пожалуйста что происходит дальше происходит дальше что Яков Кен Яков убегает Яков убегает я вам прочитаю где это написано написано так написано так написано нет это после это написано он говорит ему до этого он ему говорит давай он говорит ему слушай мне надо уже уходить и так далее когда ему сказал что надо мне уходить он ему сказал после то есть когда когда он уже дети он поженился да он 7 лет женатый если он 7 лет женатый и родился Йосеф когда родился Йосеф да он говорит я хочу уходить я хочу идти к моему к моему отцу в Эрецкнан да так выходит что его старший сын ему лет 6 наверное Рувен лет 6 а младшему Йосефу обязательно маленький месяц грудной ребенок ему месяц и тогда ему говорят слушай я хочу уходить к папе это то что он приходит и говорит а он ему приходит и говорит слушай зачем тебе давай мы ты заработай давай сделаем какой-то бизнес ты заработаешь до сих пор ты работал на меня сейчас ты будешь работать на себя и он соглашается и в общем проходят эти 6 лет и он убегает он убегает почему он ведет себя так почему он ведет себя он 20 лет жил жил у этого он ему дал двух своих дочерей родились у него 11 сыновей он там живет но как можно так он их дедушка в конце концов он глава семьи как можно через 20 лет взять и убежать не сказать слова что это за поведение это разве по-еврейски так ведут себя смотрите что написано да написано он приходит говорит как будто в общем ваш папа Кен они уже в общем твои ваши братья со мной уже не так относятся да он зовет Рахель говорит я хочу вам что-то сказать он говорит папа вас не братья не так относятся вы знаете что я работал трудолюбиво очень и так далиям и папа в общем менял ваше постоянно мне зарплату дагавар и близстак он дил оттак и так далиям ваи бен гетудим ваи малах хелоким бахалом якум и бесса гетудим и в общем он проехал и гаварит ашэм дата ли шам мидар отак кум цэ мина арец азот бешувал арец бодор лад отаха и мне ему жены отвечают что конечно мы с тобой и так далее и он убегает 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 куда он убегает взял все что он заработал и так далее и убегает куда в эрец к нам и лаван об этом узнал он бежит за ним что ты сделал почему ты убежал почему ты не дал мне поцеловать моих внуков и так далее ну а он говорит потому что я боялся что ты заберешь моих жен о чем идет здесь речь действительно Яков ведет себя неприлично смотрите надо сказать следующее это очень важно вот очень важно мы это упоминаем в пасхальной годе это мы упоминаем каждый еврей который идет и приносит первые плоды как я сказал лаван он глава семьи он дедушка он глава семьи папа на работе женили он дал у него сейчас внуки младшему внуку месяц Йосефу старшему шесть лет если сейчас Яков говорит я хочу пойти куда верить израэль дети пойдут с ним какая проблема лаван он мудро делает все возможное чтобы дети чуть-чуть подросли слышите меня ай-яй-яй-яй чтобы дети подросли чтобы было 14-15 лет потом уже дети никуда не захотят уйти потом уже дети останутся здесь потом жены то есть мои дочеря тоже останутся и когда будет им говорить Яков пойдите в Израиль он говорит какой Израиль у нас здесь все шикарно у нас здесь бизнес у нас здесь все развивается то есть лаван он может быть не только потому что он такой злодей хотел это сделать потому что каждый дедушка хочет чтобы жили рядом там чтобы внуки жили рядом дети жили рядом и так далее это круто я тоже сейчас дедушка я могу это сказать я очень получаю большое удовольствие когда со мной рядом внуки могут прийти и так далее это круто это очень хорошо так тоже лаван он приходит и говорит Яков Вину он хочет заработать с одной стороны он мог бы уйти потому что его папа богатый ему не нужны эти да он все наследство все его но с другой стороны лаван он пытается его уговорить поработать он не планировал остаться там еще дополнить их 6 лет он максимум годик-два поработает лаван что он делает он постоянно меняет ему зарплату постоянно говорит так постоянно говорит по-другому постоянно он тянет время чтобы сыновья выросли можете представить вот сегодня когда люди уезжают например какой-то уехали в Америку уехали в Америку и дети там у них уже друзья у них уже там я знаю там атмосфера они там живут они уже в этой менталитете и так далее говорят давайте вернемся куда-то в страну и так далее мы уже не хотим мы уже здесь какой Израиль зачем это все как это актуально пока ангел Всевышний приходит и говорит Якова Вину встань и иди сейчас срочно он даже не может попрощаться он говорит если ты сейчас срочно не уйдешь никто с тобой не пойдет не с кем будет выходить больше понимаете есть моменты в жизни когда должны приниматься решения это кстати тоже напоминает наш выход из Египта потому что если в тот момент мы не вышли бы из Египта мы бы уже не смотрели выйти из Египта да как написано поэтому действительно 80% из нашего народа растворились там исчезли не вышли а мы вышли 20% только вышли это был последний шанс то же самое здесь Всевышний если бы не вмешался он Лаван он усыпил бдительность мысли можно так сказать Якова я работаю я заработаю здесь еще там и так далее все будет нормально мы возьмем детей уедем никакой ребенок здесь он уже в колледже здесь он уже находится где-то в этом каких-то там совсем другие друзья никто с ним не пойдет Всевышний ты меня спас мы бы никуда не уехали конечно это духовная ассимиляция когда ты находишься в чужой земле это все нормально там у тебя бизнес развивается это первое то что мы упоминаем и благодарим и второе то что мы упоминаем и благодарим это мы благодарим Митсраим Митсраим это уже тоже несмотря на то что проходит уже тысячелетия тысячелетия скажем ну когда это было еврейский народ он не может без этой благодарности это очень важно подчеркнуть когда мы приносим эти плоды второй момент хочу вам сказать также есть матнут аниин который тоже в нашей недельной главе написано это подарки матнут киунай матнут аниин то есть есть матнут это подарки коэна и есть подарки бедных подарки бедных то есть когда мы собираем наш урожай у нас есть определенные законы что и как мы должны отделить например вот бекурин мы сказали и мы выражаем благодарность даже благодарность она очень древняя очень историческая так же как мы не забывали торы древнеисторическая Омон и Муа в которой мы не принимаем здесь мы тоже древней у нас нету срока давности нет как я уже сказал раз есть дополнительное которое очень очень важно это это момент который мы отделяем от плодов что мы отделяем от плодов мы даем коэнам левитам левитам и мы тоже даем бедным есть разные года и так далее сейчас мы я не буду все это изучать может быть как мы поучим но если вы обратите внимание даже сегодня когда у нас нету храма да может быть нету у нас заповеди этой курии которую мы приносим да но эта идея остается но сегодня это актуально очень когда мы плоды которые растут на святой земле Израиля нам запрещено их употреблять пока именно по этому порядку там будут вот эти отделения да во время храма почти 20% то есть хозяин этого поля хозяин этого урожая он отдавал он отдавал левитам коэнам бедным потом 10% это были годы когда он сам брал эти плоды вирусалай и ел это как как в святости как священник вирусалиме и так далее в общем были в общем здесь я хочу вам сказать существует три ценности вот я отдаю что-то остальное то что у меня остается у мудрецов называется это шиерай то есть остатки главное то что ты отдал давайте посмотрим что я дал я дал бекурин бекурин это основа которая должна быть развивать качество благодарности это ценность главная ценность благодарности это бекурин вторая ценность я даю коэнам или левитам я у нас у каждого еврея есть ответственность развития нашей Торы а коэны и левиты эти колена которые преподают Тору изучают Тору распространяют Тору распространяют наши так это они да это их не ответственность поэтому они не получили никакой удел верить Исраэль они не приносят вот эти плоды но у них ответственность я должен дать им потому что это моя ответственность это вторая ценность которая есть у еврейского народа быть охрают шелха твоя ответственность распространяют Тору это не просто это не только раввины там это их проблема раввины а где ты помогай ищи вам помогай колелям помогай тем людям которые хотят распространить это вторая ценность и третья ценность это бедным цдака давать бедным то есть ты не думаешь только о себе Ты думаешь тоже о других тоже. И только после того, как вот эти три ценности выражаются у тебя в реальности, благодарность, ответственность на Тору и помощь бедным, ты можешь употреблять в урожае. Все, я закончил. Да, большое спасибо. У присутствующих есть вопросы? А подскажите, пожалуйста, почему с приходом Машеха благодарственная жертва останется, а все остальные будут отыменены, говорится? Во-первых, с приходом Машеха наша Тора, она никогда не поменяется. Никогда не поменяется, и Тора, она вечная. Поэтому, кто вам сказал, что написано много, что отменится, заповеди отменятся, это отменится. Мы не знаем, когда мы говорим даже это слово, что они это отменятся. Мы надеемся, что в приход Машеха у нас будут, и мы сможем, наоборот, мы молимся на это, чтобы вернулись те же жертвоприношения. Правильно? Так мы волимся бы Мусафим и так далее, чтобы ничего у нас не отменилось. И, конечно бы, и у нас и будет жертвоприношение благодарности. Все жертвоприношения, которые у нас, вот эта служба божественная, которые у нас будем, у нас во всех сидурах, во всех макзорах, во всех молитвах написано, что это все возобновится, и мы хотим, чтобы это вернулось. Правильно? Так что, почему так говорят, я не знаю. Да, спасибо за ответ. У меня маленькие вопросы и, может быть, как бы дополнение. Потому что, сказал Раб, вот действительно очень интересно, вот этот расклад не всегда понятный. Как бы, почему действительно, с одной стороны, семейные отношения, а с другой стороны, как бы общая характеристика, как себя вели, были белопохлонниками, как действовали по отношению к евреям. Вот этот вот адифут, который дается тем, которые, как бы, более приближенно они могут войти. Египтяне совершенно непонятно, совершенно непонятная история. Занимались просто геноцидом, и тем не менее, да? Вот я помню, что меня, как и многих других, ужасно где-то удивило даже при первом чтении, как Авраам настойчиво просит своего верного слугу Элиезера вбрать в жены Ицхаку жену именно из его дома. И это как бы странно. Почему? Он сам от них ушел. Он от них ушел. Он знает, что там плохо. Почему он так настаивает вообще? Почему? И вот, видимо, один из ответов, этот ответ такой, что есть что-то во внутренней, не знаю, ментальности, во внутренней психологии, во внутренней структуре человека, что-то, что является его басисом. И, наверное, Абраам чувствовал, что вот этот вот басис, он правильный. Может быть, человек, идолопоклонник, это в его мировоззрении, в его сознании что-то неправильно, можно поменять его сознание. А поменять качество человеческое гораздо тяжелее. И он понимал, что качество человеческое находится там, где мой дом. А в нашей земле мы это не найдем. Да, фантастика. Фантастика. Ток, спасибо огромное. Спасибо. Всем счастливо и до свидания.